Они слышат, но при этом могут говорить руками. Сурдопереводчики отмечают профессиональный праздник. Раньше считалось, что сурдоперевод для инвалидов по слуху способ социализации. Тенденция же современности, обучение глухих звуковой речи и овладение слышащими языком жестов. Об изменении подходов Юлия Абдулаева. В три с половиной они только учатся говорить, но уже отлично умеют читать. Воспитанники детского сада для детей с нарушениями слуха изучают не буквы, а слова. Точнее образы слов и буквы дактильного алфавита. Язык жестов на уроках под запретом. Наши дети знают только те жесты, которые они принесли из семьи, с помощью которых они общаются со своими неслышащими родителями. Дети из семьи слышащих, как правило, жестов узнают минимум от своих сверстников, вот общаясь там в кулуарах. Так как язык жестов для них доступнее и легче, осваивают они достаточно быстро этот язык. Если детей обучать языку жестов, то язык звуков так и останется для них за скобками жизни. Русский звуковой они учат только для того, чтобы стать понятнее окружающим. В их тихом мире звуки лишние. Анфиса может читать стихи сразу на двух языках, и это в четыре года. В садике ее научили говорить, дома говорить руками. Машины. Любишь? А куклы? Да. Взрослые все чаще ищут тихого общения. Курсы жестового языка в интернете пользуются огромной популярностью. В группе Дениза почти 4000 пользователей. 30 человек занимаются регулярно, тех, кто учится по видеосвязи, он даже не считал. Некоторые работают с глухими, у кого-то в семье глухие, но основная масса, если честно говорить, им просто интересно. Вот и моя задача сделать им жестовую речь, заинтересовать их жестовую речь, показать ее красоту, ее особенности. Чтобы выучить жестовый язык, слышащему нужно не меньше четырех месяцев. Глухим хватает нескольких дней. А вот чтобы оценить всю красоту языка рук, учатся танцевать или чувствовать песню. Жестовый язык сегодня практически не используют. Люди с нарушениями слуха общаются на нем только между собой, но это редкость. Чаще им приходится говорить со слышащими, и тогда на помощь приходят звуки, но чаще интернет. Многие здесь находят не только информацию, но и работу. Поэтому профессия сурдопереводчика практически ушла в прошлое. В настоящем сурдопедагоги. У них как раз работы хватает. Продолжение следует... Продолжение следует...